Кстати, я с Гродненской области в середине 90-х начинал свою предвыборную кампанию. И когда я посмотрел с вертолета на Гродненскую область, с Минска сюда, я ужаснулся. Я ее видел в советские времена, это цветущий край был. И я увидел после распада Советского Союза. Это кошмар. Это не то, что сейчас мы едем. Это страшная была область. Пахали только середину поля. Солома разбросана, никто не убирал. Ну, безвременье. Вот это было самое страшное. И накануне выборов выступая, я всегда говорил, что нам это грозит. Люди, очнитесь, белорусы, вы можете получить это. Некоторые этого не услышали. В том числе и в Гродно. Вы знаете, кто и как. Поэтому я, вот будучи здесь, хочу вам сказать. При мне этого не будет. Мы будем единым государством. Мы никому не будем кланяться. Мы не будем стоять на коленях. Хуже жить мы не будем. Только в том случае, если вы будете держать голову на плечах. Очень правильно украинцы говорят. Белорусы не пуганные, не битые. А я им отвечаю, а я не хочу, чтобы моих белорусов убили, как в Украине и пугали. Вот эта катастрофа, это страшно. Да, может быть, где-то живут не хуже. Может быть. Ну, давайте закончим вот с этой пандемией и увидите, где живут лучше. Живем, как можем, и не хуже других. Поэтому держите свои земли. Держитесь. Будут у вас другие президенты, я вам гарантирую. Тогда вы сравнив, все поймете. А сейчас просто наберитесь терпения.